Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о чемпионате России и сосредоточимся на очередном туре, который начался с матча в Вейнбурге, где местный коллектив принимал «Спартак». И хотя здесь первоначально многие говорили, что «Спартаку будет непросто» и все понимали, что соперник опасный, но все-таки такого развития событий, думаю, никто не ожидал. «Спартак» провалил первый тайм, это, возможно, вообще худший отрезок красно-белых под руководством Абаскаля, куча ошибок, куча косяков, а «Айнбург» под руководством Лички – это та команда, которая не прощает ошибок. И вот, пожалуйста, результат первого тайма оказался обескураживающим, после чего перед «Спартаком» вновь встала задача героически выбираться из той ямы, в которой команда оказалась. В общем, знаете, в свое время царство ему небесное Владимир Федотов сказал, что красно-белые – это веселый коллектив, но в этом году они полностью оправдывают данное звание. Хотя сейчас болельщикам «Спартака», конечно, не до веселья, глядя на то, что творится у них в обороне. В общем, давайте разберем этот матч. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. В свое время я его, к сожалению, забросил, но сейчас стараюсь регулярно выпускать новый контент. Я делаю обзоры на последние фильмы, а также сериалы, например, на «Король и Шут», «The Last of Us» или «Новенькую Черную Пантеру». Ну и плюс к этому обсуждаю последние новости из мира кино. Например, премию «Оскар», кому она досталась, почему и так далее. Ну и плюс к этому здесь будут проводиться стримы на киношную и сериальную тематику. Так что, если вас интересуют фильмы, сериалы и мое мнение о них, то проходите по ссылочке в описании. Жду вас на своем втором канале. Ну что ж, давайте начнем разбор матча со стартовых составов и пробежимся по «Спартаку», который нынче у нас является, так скажем, базовым клубом сборной России. Хотя, если быть предельно честным, я еще обозревая состав сборной говорил, что многие «Спартаковцы» сейчас не особо подходят по уровню национальной сборной. Ну, например, тот же самый Денисов и Зиньковский. Тогда на меня многие накинулись и сказали, что я неадекватен, что я ненавижу «Спартак» и далее по списку. Ну, спрашивается, где вы теперь, ребят? Посмотрели на Зиньковского и Денисова? При всем уважении к Денисову, ну, это игрок, который сейчас действует, как, видимо, не совсем на своей позиции и который не является каким-то огромным талантом. Что касается Зиньковского, парень интересный, но, к сожалению, слишком нестабильный, что мы сегодня также и увидели. И именно об этом я говорил в разборе состава сборной, когда на меня накинулись за якобы ненависть красно-белым. Ну, да ладно, давайте теперь пробежимся по «Спартаку», по их составу. Селихов на воротах, в центре защиты Джики и вновь Маслов. То есть есть другие варианты, но сейчас роль замены для Чернова исполняет Маслов. На флангах Денисов и, кстати говоря, Тавары. Что и здесь, обратите внимание, появился вот этот легионер-новичок, но появился он на позиции левого защитника и заменил таким образом Хлусевича. То есть тут был такой своеобразный эксперимент, как будет выглядеть защита в таком сочетании. Хотя, на мой взгляд, если кого из крайних защитников россиян и сажать на скамейку запасных, то Денисова. Хлусевич при всех своих минусах приносит достаточно много пользы и дает объем. А вот Денисов, ну, если честно, это игрок крайне сомнительных качеств вот именно на позиции правого защитника. Так что здесь вопросы по составу появлялись изначально. В центре поля Зобнин, Литвинов и Пруцев. И тут опять же вопрос, потому что чисто технически можно было запросто передвинуть Литвинова в центр защиты, где он тоже неплох. И это была бы вполне возможно куда более актуальная замена для Чернова. А в центре поля можно было бы использовать Мартинша, который все равно вышел со скамейки запасных сразу после перерыва. Как, кстати, и Хлусевич. Ну и в атаке Соболев, Зиньковский, Промес. Опять же, говорим о том, что Зиньковский слишком нестабилен. И, возможно, стоило дать шанс другому футболисту. Ну, тому же самому Игнатову, который, да, тоже нестабилен по-своему. Но, скажем так, Игнатов в хороший день – это один из лучших футболистов России. Просто хорошие дни у него случаются редко. Зиньковский – это просто качественный игрок с определенным потолком, выше которого не прыгнешь. Поэтому, на мой взгляд, Игнатов был бы тоже актуальнее. В общем, здесь редкий случай, когда Абаскаль изначально еще стартовым составом заставил нас призадуматься, а что он хочет сделать. В общем, тренерская работа здесь уже вызывает определенные вопросы, при всех моих симпатиях к испанцу. Что касается Оренбурга. Сысуев на воротах, Перес и Сиваков в центре защиты, Эгнатов и Стаматов на флангах. В центре поля – Копленко, Вера и Башич. Ну и впереди – Воробьев, Мансилья и Ковалев. В принципе, хотелось бы отметить, что Оренбург своим составом намекал на то, что команда готова идти вперед, готова атаковать, но при этом не сломя голову. Потому что, понятное дело, играть таким образом против Спартака нельзя. С другой стороны, имея огромное количество техничных, вариативных футболистов, команда могла эффективно играть на контрвыпадах. И именно этот футбол она предложила Спартаку. В том самом ужасном первом тайме Спартак больше владел мячом, причем в два раза, но при этом обратите внимание, что по ударам преимущество уже у Оренбурга, а по ударам в створ преимущество 3-1. Это не считая еще одного хорошего момента, когда мяч мог залететь в сетку ворот Спартака, но там в итоге был офсайд. Да, понятное дело, что это вне игры и все остальное, но здесь Оренбург вновь своей передачей, своей комбинацией разрезал оборону красно-белых. В каком-то смысле им повезло, что здесь сантиметры офсайд решили все в пользу спартаковского коллектива. А так вопросы по защите, конечно, появлялись огромные. И то, что творилось в обороне, ну это кромешный ад и ужас. Особенно это было заметно в ситуации со вторым забитым мячом Оренбурга, где и Денисова продавили и Риджики, не совсем понятно, чем занимался. В общем, это был самый натуральный хаос, и Оренбург здесь максимально эффективно пользовался проблемами защиты красно-белых. Причем такое ощущение создавалось порой, что защитники спартаковского клуба, они как будто в первый раз друг друга вообще увидели и не совсем понимают, а как взаимодействовать, как в футбол-то играть, ребят. При этом был и первый гол, где помимо неудачной работы обороны был куда более существенный косяк от Зиньковского, который отдал, так скажем, голевую передачу. Но на этот раз голевую передачу на противника. И в итоге спартак получил тот самый первый гол, который, возможно, многое определил. Я не пытаюсь сейчас рассуждать в стиле, там, что вот история может потерпеть сослагательное наклонение, что было бы, но тем не менее. Хотелось бы отметить, что до забитого мяча у Оренбурга тоже особо не было опасных моментов. То есть первый этап этого матча был максимально осторожным. История с другой стороны, если бы не ошибка Зиньковского, вполне возможно, мы бы увидели просто вот скучный первый тайм с минимумом опасных моментов, а во втором команду уже внесли бы коррективы и, возможно, коррективы Спартака были бы успешнее. Но очень многое здесь поменялось после ошибки Зиньковского, который фактически подарил противнику забитый мяч, который и раскрыл игру и определил дальнейший сюжет встречи. Я не пытаюсь оправдать Абаскаля или кого-то еще в Спартаке. Они провели ужасный тайм с кучей ошибок и косяков. Но здесь просто, ну, скажем так, очень многое сломалось после одной конкретной ошибки. При этом, в целом, команда играла, как я уже сказал, отвратительно. Команда не знала, что делать с мячом, который она контролировала. Процент брака был просто ужасающий. Количество ошибок тоже поражало. И Спартак при этом практически ничего не делал в плане обострения. То есть ошибки все были какие-то будничные, какие-то детские. И это не та ситуация, когда ты постоянно пытаешься разрезать оборону соперника опасными передачами, и он их перехватывает. Это простительные ошибки, это объяснимо, потому что ты рискуешь. А здесь Спартак особо не рисковал и при этом еще умудрялся косячить передачу. Ужасный матч с точки зрения комбинационных взаимодействий. И по факту в первом тайме вот этом кошмарном, кроме штрафного промесса, особо даже и вспомнить нечего. Команде не хватало ширины фронта. Денисов и Товареш не так активно подключались в атаку. От Денисова это привычно Товареш. Возможно, не на своей позиции, просто оказался, опять же, возможно, ему удобнее играть справа в плане атакующих подключений. Ну и в итоге, что вполне себе логично, Спартак сразу после перерыва пошел на перестановки. Появился Мартинш вместо Пруцева. Ну и плюс к этому вместо Денисова появился Хлусевич. Таким образом, оборона обновилась. И здесь расчет Спартака был, как видимо, на то, что более активные фланги должны были растащить оборону Оренбурга во второй половине встречи. Ну и следует признать, что фланги у Спартака во второй половине встречи действительно заработали. И подключение крайних защитников стали, ну скажем так, источником основной опасности у ворот Оренбурга. Тот же самый Товарыш отлично нагрузил на Соболева, и там все закончилось попаданием в штангу. Плюс к этому Хлусевич очень здорово подключался вперед, и там были хорошие прострелы навеса на Николсона, там Хлусевич и смело в штрафную лез. В общем, команда хоть как-то заработала, и появилась какая-то логика в действиях Спартака впереди в атаке. Ну и разумеется, следует отметить Александра Соболева, который завелся явно во втором тайме, и вообще, наверное, как и положено одному из лидеров, начал тащить коллектив на себя. Начал действительно тянуть команду вперед и тут. Но просто вот выскажу респект игроку, который вопреки всему, вопреки негативной ситуации, смог в этот тяжелейший момент, ну, хоть как-то приободрить партнеров. Ну и следует отметить, что Абаскаль сделал игру более, так скажем, вертикальной, более британистой, если хотите. Стало много прострелов навесов, потому что всем было очевидно, что конструктивная игра не особо идет, и нужно так или иначе скатываться к примитиву, так скажем. Уж простите за такое выражение. Кто затерялся в этой игре, на мой взгляд, так это Парамес. Он и в первом тайме был незаметен, за исключением штрафного, и во втором тайме у него был хороший момент после скидочки, по-моему, Соболева как раз-таки. Но в остальном тоже не было того привычного Квинси, которого мы так любим. С чем-то связано? Ну, мне кажется, в первую очередь с тем, что плотность у штрафного Оренбурга была просто зашкаливающей. Поэтому здесь прорвать подобную оборону было очень тяжело с красным футболистом. Парамес был бы хорош, если бы Спартак вышел вперед, и Оренбург пошел отыгрываться. Тут Квинси был бы просто страшным оружием. А так, ну, сами понимаете, тяжеловато. Тяжеловато, и в этих условиях Парамес буквально завязал вот в этих самых ногах и телах футболистов Оренбурга, которые сгрудились вокруг штрафной во втором тайме и максимально плотно встречали оппонента. При этом Оренбург, нельзя сказать, что играл совсем уж без контратак. Напротив, они очень здорово вылетали вперед, и здесь была куча моментов, чтобы забить. Но Селихов, как мог, сохранял шансы для своей команды, спасая ее от досрочного, так скажем, и окончательного разгрома. Команда при этом продолжала лететь в обороне. И неудивительно, что тут продолжались перестановки. Появился на поле Эдуарте вместо Маслова, что было весьма характерно. Ну, и весьма ожидаемо было то, что Зиньковского заменили также. Вместо него вышел, что характерно, Шамар Николсон. То есть команда как раз-таки во втором тайме постепенно перешла на двух центрах форвардов. А Соболев, который и так выполнял огромный пласт работы, он получил еще больше функций. Ну, а в концовке, ужас, появился даже Бальде Кейта, про которого в последнее время ходило много слухов. Касательно того, что он, не знаю, там чуть ли не выведен в дубль, что ему не доверяют, что он там поругался с кем-то. Ну, вот появился со скамейки запасных, причем, опять же, вместо Джики. Вообще, удивительный матч, где, получается, заменили фактически всю линию защиты. Да, товарыша не поменяли, но товарыш поменял позицию по ходу встречи. Поэтому здесь все четыре опции в обороне оказались, ну, просто неудачными в данной игре. И вопросы по составу к Абаскалю так или иначе появятся. Ну, и вообще, на мой взгляд, эта встреча и для Спартака эпохи Абаскаля, и для самого Абаскаля, возможно, худшая вообще за все время пребывания в России этого испанского наставника. И ему есть о чем призадуматься. Ну, и, по всей видимости, если Зенит сейчас получает очки в этом туре, то чемпионская интрига потихонечку уже все. Ну, разумеется, всякое может произойти дальше, но, мне кажется, теряя очки с Оренбургом, при всем уважении с середняком РПЛ, Спартак вряд ли сможет навязать гонку Санкт-Петербургскому клубу. Как бы странно это ни звучало, но у меня есть ощущение, что всего одна потеря спартаковцев, потеря Чернова обвалила всю игровую структуру в обороне. И в итоге с такой защитой, с такими дырявыми тылами, в хорошем смысле этого слова, без пошлоты, вот с таким оборонительным ресурсом бороться за чемпионство просто невозможно. Уж простите меня, Спартак. Уж простите меня.